это самый центр города сегодня чуть дальше вот я оттуда пришел как бы там администрация и 1 высотный микрорайон с высотными домами которые строили в том числе это однородная стройка и люди из моей бригады меня не привлекали у меня армейская травма была как бы люди там работали тоже некоторые получили потом квартиры там живут до сих пор ну если живут район сами видите сегодня не выходной день и вот уже заметно народу меньше тихо спокойно уютно что значит когда вложена душа вот несмотря на то что как бы деньги видно сейчас завод не работает денег уделяется мало как бы на благоустройство в том числе и вот как бы заметно там где-то дороги не ухоженные все прочее но даже в такой ситуации вот приходишь допустим такие места как на площадь и вот ну чистый душевный труд вот этих людей он до сих пор здесь витает вот как бы этот дух и именно он как бы облагораживает всю эту атмосферу это долго рассказывает но это как бы больше психология конечно но тем не менее это так человек духовное существо и для него это важно сейчас я здесь ненадолго потому что в администрацию шел там как бы пока что планерка проводится вот у меня есть полчаса погулять я решил сюда снова сходить рядом вот там за монументом за обелиском вот этим находится профилакторий через дорогу заводской раньше он был профилакторий сейчас наверное конечно уже захвачен местные воришки тоже есть здесь конечно так вот здесь еще уютный как бы вроде центр города посмотреть тишь благодать и каждый человек вот даже я могу себе позволить как бы спокойно отвлечься от всех этих дешевок вокруг и около и как бы это от всей грязи вот этой которая присутствует сегодня не только в моей жизни как бы это и моей в том числе и можно просто отдохнуть вот профилакторий сам я там ни разу не лежал вот есть мысль зайти если они оказывают государственные услуги какие-то до сих пор то мне вот надо освидетельствование делать по армейской травме соответственно проходить ну придется неделю или сколько лежать там проходить переосвидетельствами все это может не лежать но хотя бы тогда надо вот я по этому поводу пришел в администрацию решать вопросы как бы с моим хотя бы временным пребыванием в этом городе потому что постоянно когда я приезжаю сюда последнее время очень меня ведутся спецоперации прямо натуральные военные спецоперации вчера выяснилось то что за этим стоят даже сотрудники фсб которые сами мне признались о том что якобы они подчиняются сегодня судебно-прокурорской банде цапка бондара формально чайка там якобы присутствует но основной командир это еще и скуратовской банды это бондар кто помнит кущевку краснодарский край именно эти люди и являлись главными бандитами в той разборке ну так как это судебно-прокурорской банда в стране тогда был беспорядок полный вообще они воспользовались ситуацией как бы пересажали этих людей и сами их поубивали потом в тюэге вообще говоря вот кто интересуется проблемой достаточно просто поинтересоваться с кем они воевали в то время станет с кущевской кстати там тоже очень неплохо вот в летнее время так а с кем они воевали в это в те годы и достаточно просто открытая информация над чем присутствует а воевали они не с кем-нибудь а с сыном директора фсб того времени патрушева именно он финансировал ту якобы банду которую потом пересажали и поубивали ну делайте выводы с кем сегодня приходится иметь дело и мне люди эти не просто опасны я лично с некоторыми знаком благо и работал с ними и даже на молоте вот первый раз столкнулся с этой бандой есть там неплохие люди конечно я не спорю но обычные люди которые просто в силу каких-то обстоятельств попали тоже в эту слову как и я то время затянуты были вот я же говорю там спецслужбы задействован кругом были в то время и сейчас тоже сейчас тем более потому что деньги кругом фигурируют западные деньги любят присмотр ну естественно как бы это видите насколько я их успел тогда узнать тогда потом я работал в нижневарске с ними уже напрямую столкнулся с тем же бондаром я вот там познакомился работал я техническим директором телерадиокомпании югра но работал не просто так а исполнял договорные обязательства ну короче меня фейсбэшники местные попросили как бы они на связи были с тюменскими и как бы это почему-то решили что я решу эти вопросы в принципе я решил что от меня зависело причем досрочно многие вопросы остаются до сих пор открытыми особенно вот связаны с молотом с кировской областью кировской областью у них но первым тут рядом на севере поэтому как бы то что там рулит хаббатская структура это известно в кирове как вам сказать дочерность область и не только кировская это и свердловская область насколько я знаю кстати основной вот контингент этих отморозков вот из этой судебно-прокурорской банды он как раз из в основном заканчивали университет в екатеринбурге связано с тем что ельцин в то время как раз был у власти еще и как бы именно он приводил к власти вот эту банду или они его тут сложно сказать как бы но это абстрактные такое понятие а вообще говоря не имеет смысла потому что действовали они едима по захвату нашей страны и как бы тогда я не знал конечно но вот время всех лечит и меня в том числе сейчас у меня есть даже документальная информация о том что еще в то время они действовали по да не только документальной информации я лично знаком с людьми которые мне давали комментарии как бы я учился с этими людьми в свое время это связано с тем что два года я учился в одной группе с борисом немцовым даже в нижгородском университете радиофак вот при мне кстати бориса вербовали тогда оказывается вот эта банда это и рвалась к власти уже и как бы это так вот большинство этих отморозков заканчивали как раз уральский что ли он называется университет как бы верфак в основном связано это с тем что скуратов оттуда же ну и вот я сейчас как бы пытаюсь разобраться так называемым судьей первомайского района сам этот просто болванчик такой плохо образован я уже говорил у него всего два курса сельхозинститута и школа мвд он не имеет права даже заниматься судебными делами но его вот посадили даже председателем все это сошлось на как раз приходится на время когда к власти пришел бондар то есть это определенная шавка при этом человеке непосредственно у меня были уже три суда с этим человеком причем я присутствовал только на первом и уже тогда выяснилось как бы мы расстались со скандалом я привлекал даже полицию чтобы зафиксировали под протокол но они отказались это дело часто выясняется что они просто боятся потому что ну полиции просто боятся этих людей потому что за ними стоят ну насколько я знаю в основном силовую составляющей этой банды составляет английская спецслужба ми-6 ну а как бы информационное прикрытием обеспечивает массад то есть это уже геополитика и как бы вроде бы не мое дело и я бы не стал об этом говорить но вот приходится потому что ну прикиньте как бы есть межгосударственные проблемы его сами смотрят телевизор там постоянно мелькают такие люди как путин трамп и все прочее кстати насчет путь хороший зашел разговор все считают его президентом как бы от бога там все прочее скажу прямо президентом от бога он не является и сам себя таковым не считает насколько я его знал этот человек был и есть человеком от спецслужб причем изначально над кгб но естественно еще в то время вот насколько я знаю школе кгб их учили как бы работать в том числе но быть двойным тройным агентом как бы по путина есть информация что он уже в то время сотрудничал с германской разведкой штази ну естественно сама штази сегодня входящую структуру аналитической разведки сша рент она как бы это тоже вот в аналитическом подчинение находится в этой группа и как бы эти люди вот решают вопросы геополитики в первую очередь я не берусь оценивать с точки зрения как бы самой политики я работал вот в том числе на заводе молот с американцами когда но это было питерская бригада на танк среди них были но там два человека по моему было из сша потом я кино здесь снимал вот как раз веских полянах с японцами то есть я сам работал вот непосредственно в структуре этих лиц то есть информацию из первых рук так вот путин он был и есть остается человеком от кгб если уж на то пошло и сегодня это от аналитической разведки сша рент а вот все остальное уже вы извините страну мы просрали государство свое народное мы просрали это говорит не чью-то пользу чью-то наказание там как бы говорит о том что просто мужики у нас откровенно говоря похоже больше на баб мужиков пиздят много я извиняюсь заслон как бы дел мало причем вот пиздить как раз много умеют и женщины а мужское достоинство оно всегда заложено в уме и это заложено природой самой женщины как известно основной функцией это деторождение как бы мужчина он свободен от этих изряг и можете позволить работу мозга которые требуют самых больших усилий как бы в том числе питания организма это самый энергозатратный орган в человеке было есть вот так вот по путина он сказал как бы это однозначно оценивать эту фигуру нельзя и даже я не берусь это делать поэтому я просто кратко упомянул и как бы это напрямую вам сказал о чем речь именно вот можете меня не слушать даже на эту тему а просто посмотрите на его контакты с тем же человеком от спецслужб лукашенко допустим из белоруссии согласитесь это сложные контакты там присутствует и очень большое уважение в отдельные моменты друг другу у них и в то же время в отдельные моменты они просто отказываются понимать друг другу в частности вот как это сегодня отношение белоруссии и россии заходит уже в тупик связано это только с тем что не путин решает сегодня эти вопросы а еще раз говорю аналитическая разведка сша рент ну и подчиненные ей структуры целую только одна из них как бы даже в одних только сша таких разведок как цру насколько я знаю около 17 сейчас по моему 18 даже ну вот прикиньте сами ну все остальное как бы есть в открытых источниках наверное у меня сейчас времени немного время заканчивается как бы я наверное сейчас буду сворачивать как мы стоим как раз раньше здесь была площадка ну как бы сходы устраивались народная и одновременно тут были ну парк же увеселительные мероприятия как бы разные праздники сейчас этого ничего конечно нет и можно много говорить о том что деревья по-прежнему растут и как бы в теплое время суток здесь тоже прекрасно но это уже не совсем то что было когда душу вкладывал в этот город ну по крайней мере весь завод молод все люди которые работали там а это лучшие годы насколько я знаю там работала до 15 тысяч где-то но население вот полянах сейчас не знаю сколько сейчас на армении всяко молодежь уезжает сейчас отсюда завод не работает путем он захвачен вот в лучшие времена как бы здесь непосредственно в полянах население составляла там под 40 тысяч где-то по вот прикиньте это большой вклад вот как бы и видно это по городу в принципе город построен вот людьми которые тогда работали на заводе это народная стройка можно смело сказать что большинство строение это народная стройка строились ну вот здесь монумент памятник бойцам победы того времени вот они были мужики как бы это связано больше конечно не только с ними но и с определенным развитием нашего государства в тот момент тогда мы еще были конкурентоспособны в мире несмотря на революции все прочее сегодня вот все как бы обвиняют революцию нет даже тогда вот наши предки нашли в себе силы все это отставить и выставить ценой своей жизни а вот сегодня оказалось что вроде бы рисков меньше а мужиков нету просто те которые вы просто хотя бы осмысленно сознавали свое место в этой жизни прежде чем что-то делать поэтому я и говорю что кругом одни бабы с какими-то отростками между ног грубо говоря конечно но связано это во многом с тем что я уже говорил вчера общался сотрудниками фсб кировской области и выяснилось нехорошие вещи оказывается фсб у нас уже не существует как служба безопасности государства они уже находятся в подчинении банде бондера это мне напрямую сказал дежурный кировского отдела фсб я звонил туда под вечер звонил не просто так у меня намечать намечались еще вчера сложности я уже вчера думал они попробуют меня убрать здесь ну видно они перенесли на сегодня поскольку вчера я уже поздно было и как бы им надо наркотики обязательно тут привлечь и как подготовить молодежь не несмыслящую там подпоить и все прочее боюсь что сегодня может это повторится посмотрим как бы то ни было несмотря кто возможно будет причастен к этим вещам а это планируется я просто знаю вижу уже по окружающим людям вокруг меня по тем же фсб это видно вот эта банда уже планирует что-то подобное и кто бы вот кого бы они не нанимали исполнителями я вам вот говорю этим роликом прямо это банда цапка бондера финансового обеспечения которым организует бывший директор росатома кириенко сергей владилеевич гражданин израиля кстати он делает в россии это отдельный разговор но это сразу отвечает на многие вопросы которые могут возникнуть у людей насчет того что из себя представляет наше государство и тот же президент путин ну в общем я наговорил уже достаточно по моему информацию для сегодня мне пора идти снова в администрация поэтому давайте потихоньку почапаем вообще здесь конечно намного лучше чем даже вот сейчас сидеть мне в квартире жена видно взяла отгул бывшая жена взяла конечно не случайно вчера я еще вчера был в администрации и уже начала действовать это бандитская сеть они привлекают в первую очередь это подлые люди ну я считаю самые подлые существа вот на свете которых может только родить это природа это не мужчина не женщина это существа бесполые они продаются все и вся за деньги только ну естественно первым делом они в таких случаях вот как у меня они атакуют близких семейные отношения там неважно дамы разводе люди или как но подлость границы не знает поэтому как бы это они врубают свой самый проверенный ресурс и думайте что будет дальше я тоже не вечен как говорится что будет дальше если люди так и останутся у власти мое мнение надо их просто уже давно отстреливать начинать как бы грубо не грубо но это их методы в первую очередь любая сила она как и противодействовать ей можно тоже только такой же силой ну или большей как-то причем первое что для этого требуется это мужчина не просто мужчина с мозгами силы тут вторично многие считают вот как бы послушаешь вот я сегодня приехал в этот раз в поляна и просто это удивлен большинство мужчин так называемых которым мне приходится общаться почему-то раньше я их знал другими сейчас это просто какие-то уголовники постоянно на тюремном сленге общаются и как бы ну то есть вот это гибридное управление это в первую очередь пропаганда и внушение людям как бы каких-то отвлекающих стереотипов которые создают только иллюзию их мужественности вот она действует по-прежнему все эти вещи они давно проверены тот же гибридс еще занимался этим вопросом я уже советовал всем прочитать книжку и он писал еврей кстати бывший узник освенцима это бруно беттельхейм книжка называется люди в концлагере она в основном интересно может быть психологом конечно в первую очередь ну и всем людям которые заинтересованы в понимании того что происходит там он прямым текстом описывает вот как раз все эти методологии которые разрабатывались и оттачивались как раз вот в концлагерях в том числе в освенциме тем же гибридс так вот думаю выключить камеру со включенной пройтись назад мы пойдемте пройдем здесь пройдем ну парк оцените сразу скажу вот я чего хотел сказать мне вот даже вот я сейчас вот вроде бы пришел из дома как бы с квартиры мне там неуютно очень неуютно постоянно я чувствую угрозу как бы это которая исходит самое неприятное от близких людей когда-то мне близких людей но они мне не могут стать чужими но сожалению с мозгами и с образованием у них оказалось туго а вот подверженными вот этой лжепропаганде гиббельсовской они оказались первыми связаны кстати со многими вещами но в первую очередь с профессиональными пристрастиями как бы в первую очередь меня так ну вот давайте пройдем вот там посмотрим на самом бабушке сегодня гуляют с детьми просто я вот заметил кстати в этот свой приезд что в рабочее время вот кроме школьников сейчас вот хоть школьники появились второй день уже а вообще вот когда я приехал сюда это уже две недели назад в рабочие дни молодежи совсем не видно на улице как бы ну просто мало осталось то которая осталась видно как-то трудоустроена на молоте все остальные где-то пытаются заработать уезжают там то в москву кто в нижний вот я уже встретил тут знакомого оказывается я вот даже не знал он тоже оказывается работает недалеко от меня где я работал в городе сорву не сама на дети у меня как бы дети уже выросли тоже вот так решает сегодня свои проблемы естественно нормальным государством это назвать нельзя ну а почему я уже сказал как бы это связано как раз гибридным управлением с живой информацией по основам этой государственности по законодательству в первую очередь по конституции которые подложены является изначально кстати мало кто знает по закону судейском сообществе по моему там прямо написано что сам этот закон принят принят задолго до того как была одобрена конституция российской федерации то есть сама эта банда вот судебно-прокурорская она заходит находится сегодня за конституционном поле россии изначально даже по законам рф ну люди вот плохо образованные в такие тонкости не уникают все озабочены сегодня мелкими своими проблемами и понять можно вот это есть гибридное управление как бы но подложенных законов в том числе ну не будем отчаиваться по крайней мере спецслужбы еще есть какие-то кроме фсб то что мне не сказал часть дежурной остается только посмеяться над этими я до сих пор не верю но если это так то это пидорасов тоже уже полный она как бы кроме них еще есть достаточно структур в первую очередь военных если это да это даже не важно вот садик где мой сын ходил так так вот даже неважно военное не лицо но если они мужчин если все в определенное время не придет осознание как бы происходящего кому-то она может прийти вот после этого ролика который я наверняка выложу прямо сегодня но если не придет это осознание своего места в этом обществе если они действительно хотят жить полноценной своей жизни не зависящий от каких-то мягко говоря грязных крыс которые им устраивают эту лживую жизнь то тогда как бы все изменится однозначно и тут не надо быть военным надо просто желать жить я обычно в таких случаях как раз так и говорю когда мне начинают там плакать особенно женщины там какие-то я вот так и говорю как бы то чего плачешь это у вас у каждого были мужики уже мужья как бы мужики тоже считается не жили с вами воспитывали их такими как вот есть вы в том числе женщины это делают во всей природе вот кроме самого этого человека женщина огромное влияние в первую очередь от природы сексуальное влияние вот и чё тут плакать жить захотите сами будете мужиками и заметить чистка этого общества что я и предлагаю давно уже делать вот тогда сразу и выяснится кто такие путин кто такие остальные в его окружении все прочее а сегодня его обсуждать только то что он дает то что вам заинтересована закидывают в мозги вот и все для этого задействованы телевизор первую очередь и все остальное вот это место мне тоже нравится никого знакомых нет с удовольствием бы сам сфотовался как бы это и сфотворение одно из моих любимых как пушкин александр сергеевич я помню чудные мгновения кстати кто не любит читать там допустим умные книжки по психологии по всему рекомендую вот хороший психолог гуманитарных наук непосредственно от прямых гуманитарных наук вот александр сергеевич пушкин толстого еще я уважаю все что написано у них она никогда не не устаревает и как бы имеет смысл пересчитать постоянно и каждый любого возраста найдет возможность переосмыслить уже какие-то принятые убеждения и как бы это по-новому все это принято в том числе и вот это стихотворение можно по-разному понимать как бы особенно в сегодняшней пропаганде разврата и блядства как бы ну никто не отменял природа она есть природа и чистые отношения чистая любовь она по-прежнему тоже существует не всем дано правда сегодня вот это главное что теряет нынешнее поколение когда у нас было свое государство и советский союз это было решало все проще а сегодня прикиньте вот женщины же делает обычный выбор как бы это самца если каждый второй из этих мужчин пидорасы ну кто какое счастье может быть у женщины с такими а это так по воспитанию уже со школы все идет ведь и 30 лет вот этой оккупации они просто так не пройдут и не прошли еще будет много крови и смертей ну ладно все за карту а давайте выйдем я покажу администрацию вот это самый центр города сегодня моя жизнь в леских полянах начиналась того вот у меня там чуть-чуть дальше жила теща и когда я приехал сюда они меня послали в первый день в магазин одного вот в этот тут раньше сейчас магнит тут раньше другой магазин продуктовый обычно такой как бы я прихожу и был просто ошарашен кругом у меня странная речь ну тогда как бы непривычно еще было потом то я свыкся и как бы уже свое все это стало не ребята со мной работали из татари и все прочее а тогда прихожу и там все это ну как минимум половина больше половины так совпало видно были татары и они на своем языке общались захожу и не свои тарелки себя чувствовал тут на потом свыкся все нормально как бы оказался народ прекрасный и все прочее многие друзья у меня даже есть за что уважать больше даже чем русских некоторых а вот здание администрации вот чуть дальше там напротив вот как раз там желать еще а вот это здание как бы это администрации куда мы идем вот шпагина видите как бы ппш кто не знает ппш а вот основные автоматы ну пистолет-пулемет шпагина переводится вот завод но он раньше располагался в москве перед войной вот этот завод мало именно он делал эти автоматы для войны для победоносной нашей войны потом вот как раз войну они переехали сюда и уже с того времени как бы этот завод эти люди они вот как в акклиницизировались и живут здесь в первую очередь обслуживающий персонал завода ну то поколение ну конечно заслуживает уважение по всякому как бы ездят что уважать вот нынешние пропитые поколения я его так называю она как бы я никого не обвиняю как бы это относится и ко мне как человеку от этого общества если моя вина в этом но как бы это факт есть факт вот такие люди как шпагин они более достойны как бы прекрасного существования коим был советский союз чем вот нынешняя вся эта свора которая продается и покупается ладно мы пойдем сейчас по своим делам иду я разговаривать по социальным вопросам однозначно решать вопрос моего дальнейшего пребывания здесь благо уже полный криминал включен и не сегодня завтра последуют эти криминальные действия чтобы не водоводить до этого я сам пришел сегодня администрацию поставить их в известность или чтобы это либо они решают мой вопрос и чтобы я спокойно прожил это время либо либо это будем решать в военном порядке учитывая то с кем приходится сейчас иметь дело в управлении этой банда ну этой страной не страна не государством площадь давайте закругляться все на сегодня все